Ажиотаж на продукты питания – первая тема, с которой начал заседание штаба губернатор. Причем опирается Александр Бурков не просто на статистические данные, а на личный опыт. Александр Бурков побывал в некоторых розничных магазинах и крупных гипермаркетах. Да, местами полки пустые, потому что народ в ажиотаже разбирает. Сегодня провели утром встречу с руководителями всех торговых сетей крупных, которые работают на территории региона. Все подтверждают наличие продуктов питания, готовность поставлять их в любом объеме. Есть сложности, что они несут дополнительные сегодня расходы по увеличению персонала, как в торговых залах, так и в логистической схеме, потому что скорость поставки сейчас начинается намного оперативнее. При этом во многих торговых сетях уверяют, что перебоев с поставками не ожидается. А вот цены уже заметно подскочили. На сахар на 10%, на гречку на 8%, на рис на 5%. И это не предел, заявляют поставщики. Информацию об этом уже направили в Минпромторг России с просьбой заморозить цены. Купили, как обычно, продукты, те, которые надо, зачем накупать, то, что потом пропадет. Поэтому, тем более магазин полный, полок пустых нет. Зачем накупаться, я вот этого не понимаю. Губернатор приостановил до 1 мая проверки в отношении бизнеса, чтобы снизить нагрузку на компании. Также Александр Бурков готов рассмотреть возможность временной отмены весогабаритного контроля для большегрузов, которые поставляют продовольствие в Омскую область. Вирусы на территории региона не зарегистрировано, докладывают в Минздраве. Но эпидемиологи трезво оценивают ситуацию. Все-таки коронавирус выявлен в 40 регионах. Подтверждено 19 случаев в Сибирском федеральном округе. И предотвратить проникновение вируса на территории Омской области трудно. Поэтому сейчас в зоне особого внимания все, кто возвращается из-за рубежа. Все жители, кто сегодня выезжает на отдых или по другой причине, пересекая границу в обратном направлении, они попадают обязательно в 14-дневный карантин. Поэтому на сегодняшний день система здравоохранения несет колоссальную нагрузку в связи с пребывающим в большом количестве наших отдыхающих, с командировок и так далее. Бывают ситуации, когда это абсолютно необходимо сделать. Тогда это будет единичный. Но когда прилетает полный самолет, 300 человек одномоментно, и добавляется к тем же людям, которые находятся в наблюдении, это очень серьезная нагрузка и для персонала, и на расходные материалы, которые требуются использовать для этих пациентов, и лабораторные исследования, которые мы должны провести. А еще лучше, без особой необходимости, не выезжать даже в те страны, где зафиксированы лишь единичные случаи вируса, сходятся во мнении участники штаба. Денис Ионас, Антенна-7.